Уважаемые коллеги, добрый день! Я искренне рада приветствовать всех на церемонии награждения победителей 8-го Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ BeFIRST. Наш конкурс проводился среди студентов, бакалавриата и магистратуры ведущих российских вузов. Основная цель конкурса – поддержка и стимулирование научно-исследовательской деятельности студентов, а также повышение качества научных исследований в различных областях знаний. Наш конкурс позволил студентам продемонстрировать свои научные достижения, и мы, конечно, искренне благодарим всех участников конкурса, финалистов и поздравляем с победой. Позвольте представиться, меня зовут Елена Белина, я главный редактор журнала «Университетская книга» и руководитель Комитета по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Российского книжного союза. И сегодня организаторы доверили мне ведение этой замечательной церемонии. Друзья, я передаю слово председателю экспертного совета конкурса Семенову Алексею Львовичу, если он здесь присутствует. Алексей Львович просил передать, у него, к сожалению, задержался вылет в Москву, и вот, видимо, он все еще не прилетел, поэтому у нас... Если коллега присоединится, с удовольствием передам слово, дайте только знать. Соответственно, передаю слово, микрофон для слов благодарности нашим организаторам. И передаю микрофон Костюку Константину Николаевичу, кандидату политических наук, генеральному директору издательства Директ Медиа, одному из организаторов нашего конкурса. Константин, вам слово. Микрофончик. Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Я вас всех поздравляю, во-первых, что наше мероприятие состоялось. Конкурс, который из года в год уже, можно сказать, марафонскую такую дистанцию преодолел. Мы видим, что это событие уже такой регулярный характер имеет. Мы, кстати, уже многие годы не наблюдаем каких-то там всплесков минусов или плюсов. Вот у нас от одной до двух тысяч участников каждый год. И можно сказать, что это характеристика нашей системы образования. Потому что все информированы, все вузы практически прошли, знают про наш конкурс, его авторитет достаточно высокий. Ну и, на мой взгляд, вот эти полторы-две тысячи человек, те, кто действительно амбициозные, которые верят в себя, которые чего-то стоят. Ну и каждый раз, мне, конечно, приятно просто смотреть на работы, которые у нас приходят к финишу. Потому что это действительно научные работы. Каждый раз смотришь и видишь настоящее исследование. Я даже, честно говоря, вспоминаю мои университетские годы. Мне казалось, что проще было, проще мы как-то там дипломы писали. Ну, тут, в общем, явно среди наших лидеров, студентов, есть прогресс. Они совершенно неправомерно, вот как некоторые там скептики, начинают там нюни ныть. Нет, очень хорошая, сильная работа. Ну и в этом году у нас была сложность с жюри, но тут еще выскажутся по этому поводу, что действительно очень узкоспециальные работы, которые более характерны даже не для магистрских, а для кандидатских диссертаций. И, соответственно, трудно очень погрузиться вот в эту тематику, не будучи таким большим специалистом. Трудно очень выделить лучших и тем более сравнить их для гран-при. И, в общем, мне кажется, что это показатель именно научного качества работы. Поэтому еще раз благодарю всех наших участников, то, что вы не останавливаетесь, что научная карьера – это все-таки ценность нашей стране. Ну, а мы будем как можем помогать. И вот, в частности, наш один из вкладов, то, что мы превращаем вот эти лучшие дипломы в монографии, после некоторой обработки, вручаем их. Ну, и я считаю, что участие в нашем конкурсе, а тем более победа – это прекрасное начало научной карьеры. Так что, друзья, всем вам хорошего, блестящего пути. Благодарю, Константин. А я передаю микрофон еще одному организатору конкурса – Чеховичу Юрию Викторовичу, кандидату в физико-математических наук, старшему научному сотруднику вычислительного центра Российской академии наук, доценту МФТИ и МГУ и исполнительному директору компании «Антиплагиат». Спасибо, Елена. Да, спасибо. Дорогие друзья, коллеги, я очень рад, что у нас очередной конкурс подошел к своему логическому завершению, что у нас есть победители, которых сегодня мы наградим. Я хотел бы отметить, что этот год был непростым с точки зрения, скажем так, изменившегося ландшафта учебных работ. Чуть-чуть больше года назад появился чат GPT, я думаю, что многие об этом слышали. Я бы даже сказал, появился, это, наверное, слишком слабое слово, ворвался в нашу жизнь. И это очень серьезно теперь влияет на то, как пишут работы и на то, как проверяют. Система «Антиплагиат», которая много лет уже является сорганизатором и партнером конкурса, естественно, мы с помощью системы проверили все работы. Были проблемы, были. То есть не так, чтобы все работы, которые были отобраны экспертами, оказались идеальными с точки зрения критериев совпадения, с точки зрения использования систем машинного интеллекта. Поэтому на будущее, ну, в любом случае, сейчас отобраны достойные работы, но на будущее, будущим участникам я хотел бы пожелать все-таки больше творить именно собственным умом и не всегда полагаться на искусственный интеллект. Но еще раз повторю, отобранные работы, безусловно, достойные. И я желаю всем сегодняшним победителям успехов. Это ваш первый, но уверен, что не последний успешный шаг в своей научной и профессиональной карьере. Поздравляю. Юрий, спасибо огромное. Действительно, это огромный вызов и для нас, и для членов экспертного совета, и, конечно, для самих студентов, и к этому всему, к этим сущностям еще придется привыкать, учиться, работать с ними, оптимизировать процесс и, конечно, использовать исключительно только во благо. Друзья, не могу не передать микрофон представителям экспертного совета. Буду ориентироваться по ходу дела, кто к нам присоединяется. И, друзья, если есть желание, вы присоединились и хотите сказать несколько слов, конечно, буду благодарна. Поднимите руку и присоединитесь. И сейчас передаю слово эксперту конкурса по направлению педагогика Фрезе Ольге Владимировне, кандидату педагогических наук, доценту ВАГ, кафедры теории и методики обучения иностранным языкам Омский государственный университет имени Достоевского. Пожалуйста, Ольга Владимировна. Здравствуйте. Микрофончик включите, пожалуйста. Здравствуйте. Вы мне слово предоставили, да? Я просто соединялась как раз в этот момент. Да, именно вам я предоставила слово, да. Спасибо большое. Здравствуйте. Я участвовала в жюри этого конкурса, да, и была приятно удивлена качеству предоставляемых работ. Сама работа со студентами много лет, и, в общем-то, вся тематика работ, которая здесь была представлена на конкурсе, она по большей части была мне близка, и я, можно сказать, невольно сравнивала, конечно, работы, которые были представлены на конкурс с теми работами, которые выполняют, например, мои студенты. Что в магистратуре студенты, что в бакалавриате студенты, и должна отметить, конечно, высокий уровень тех работ, которые ребята представили на конкурс. Мне удалось, посчастливилось, прочитать семь работ, представленных на конкурс. Из них я две работы выделила как очень высокий балл. Надеюсь, что коллеги, которые смотрели эти работы, тоже их отметили также высоко, и ребята получили хорошие результаты в итоге, да, хорошие оценки. Хотелось бы, чтобы об этом конкурсе знало все большее количество студентов, да, и привлекать, соответственно, к этому конкурсу все больше и больше людей, потому что дело нужное, и, может быть, имело бы смысл самые лучшие работы, там, как-то отмечать публикации, может быть, сборник статей какой-то, потом совместно создавать научные руководители, плюс, допустим, соискатели вот этих премий, да, студенты, совместные статьи, сборник для публикации, это всем полезно. Вот. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Спасибо вам огромное. И у нас еще одна Ольга Владимировна. Да, да, да. Извините. У нас в прессе, да. Да, да. Да, я даю вам слово для пожеланий, добрых слов и ваших выводов. Спасибо большое. Спасибо. Извините, я сразу не смогла подключиться и пропустила этот тот самый важный момент, когда надо было вступить. Ну, я думаю... А мне, а мне. Да, да. Извините еще раз. Я выступала, как меня уже представили, в роли эксперта дипломных работ по методике преподавания иностранных языков. Именно действительно поразил масштаб конкурса, отличная слаженная работа организаторов. И когда я увидела вот географическую представленность экспертного совета конкурса, я была очень впечатлена. Это был мой первый опыт участия в конкурсе. Спасибо большое за доверие. И я, честно говоря, вначале сомневалась, выступит ли мне экспертом в конкурсе или нет, поскольку это большая ответственность и очень время затратный процесс. Но я ни разу не пожалела, когда погрузилась в мир всех ВКР, меня захватил такой неподдельный профессиональный интерес, и все работы я проверила на одном дыхании. Проверенные мною работы, они были выполнены на достаточно высоком уровне на такие актуальные темы, как использование, допустим, обрадовательных платформ в обучении иностранным языкам, аутентичных видеоматериалов, художественных текстов для развития критического мышления обучающихся студентов, что сейчас очень немаловажно. Было заметно, какую огромную работу проделали и сами студенты, и их научные руководители, чтобы представить такие работы на конкурс. И считаю, что такой конкурс действительно дает возможность всем заинтересованным научной работой студентов поделиться опытом в написании ВКР, подчеркнуть много новых интересных идей и в целом по-другому взглянуть на многие профессиональные темы. Также хотелось бы участвовать в данном конкурсе со своими студентами. Спасибо вам всем большое за такую возможность и желаю всем сил, энергии и вдохновения на новые научные проекты. Спасибо, спасибо огромное за добрые слова. К нам присоединился Девлетов Олег Усманович, доктор политических наук, кандидат исторических наук, профессор, ученый в области политических коммуникаций, рекламных технологий, исторического туризма, основатель научного направления «Аграрный туризм». В России автор значительного числа востребованных учебных пособий, книг, статей «Академик Петровской Академии наук и искусств», член-корреспондент РАЭН. Олег Усманович, долгие годы с нами в Президиуме экспертного совета. Спасибо вам огромное. Несколько слов пожеланий, мнений, позиций. Пожалуйста, вам слово. Микрофон, пожалуйста, включите. Спасибо. Я только подключился. Уважаемые коллеги, приветствую всех участников конкурса, наши уважаемые жюри, Президиум. Это наш восьмой конкурс, поскольку работа Be First, значит, в наше сложное время мы традициям не изменяем, продолжаем проводить наш конкурс. Я хочу немножечко вернуться сейчас в историю, когда мы только начинали наш проект. Восемь лет назад, в 2015 году, значит, у нас работ было гораздо меньше, чем сейчас. Сегодня мы имеем дело уже с многими сотнями работ со всех уголков России. Нам присылают дипломные работы по всем практически отраслям знаний. Я вот еще раз хочу подчеркнуть то правильное решение, которое мы приняли несколько лет назад, когда перешли на дифференцированную оценку работ бакалаврских и магистрских работ. Это совершенно правильное решение, которое выдержало проверку временем. Вот мы сегодня уже несколько лет оцениваем и работы бакалаврские, и работы магистрские. Я хочу сказать, что последние годы совершенно изменились принципы аттестации в высшей школе. И, значит, одним из сегодня из критериев, которые учитываются при аттестации учебных заведений высших в России, это студенческая наука. Вот я об этом говорил в этом году на Конгрессе Академии естественных наук, хочу повторить. Сегодня хочу подчеркнуть, что настоящая наука, она начинается со студенческой скамьи. Вот мы в нашем конкурсе на этом стоим и это, всячески, поддерживаем. Человек, который для себя принял решение быть ученым и писать, творить, работать по какой-то теме, по той или иной теме, если он начинает этим заниматься со студенческой скамьи уже на младших курсах, это очень хорошая площадка, это очень хорошая возможность уже себе создать определенный бэкграунд и к окончанию института, университета подойти с серьезными наработками и с публикациями. Мы всячески поддерживаем и будем поддерживать студентов, выпускников, которые уже подготовили свою дипломную работу к защите, уже опубликовали в журнале свою статью или несколько статей по своей теме. Вот таким работам мы, безусловно, даем призовые места, их поддерживаем. И тем самым, что происходит, тем самым создается преемственность между нами, уже учеными, которые там работают больше 15-20 лет, и молодыми исследователями, которые только начинают свой путь в науке. Тем самым поддерживается преемственность. Также я хочу сказать, что мы поддерживаем работы. И вот я в этом году работал с работами по педагогике, которые у нас победили в нескольких номинациях. Мы поддерживаем те работы, которые продвигают новые методики логические. В частности, в этом году у нас работа педагогическая, которая продвинула новые методики работы по иностранному языку с инженерами, имеет хорошие публикации тоже. Она у нас получает призовое место. Я хочу сказать, что мы сегодня живем в сложное время, но, тем не менее, наш конкурс существует, развивается и будет продолжать свои славные традиции, и мы будем выходить на новые рубежи, какие бы препятствия перед нами ни стояли. Я хочу всех конкурсантов поблагодарить. Сегодня лучшие работы будут отмечены. Хочу всех участников поблагодарить за хорошую работу. Хочу выразить все благодарность всем своим коллегам по жюри и коллегам по гуманитарному блоку, за которые я отвечаю, и коллегам по естественному научному блоку. Всем большое спасибо, а победители сегодня получат свои заслуженные награды. Коллеги. Спасибо огромное. Это непременно. Я передаю слово эксперту конкурса по направлению экономика, Шаповалу Валентине Михайловне, доктору экономических наук, профессору, профессору кафедры финансов, бухгалтерского учета и экономической безопасности Московского государственного университета технологии и управления Разумовского, первый казачий университет. Валентина Михайловна, вам слово. Валентина Михайловна, пока не присоединилась, видимо, но я также хочу поблагодарить еще экспертов. Знаю, они здесь, с нами, и если есть желание выйти в эфир, дайте знать. Это эксперт конкурса по направлению педагогика Кагермазова Лаура Цраевна, доктор психологических наук, доцент, профессор Российской академии образования, Чеченский государственный педагогический университет. С нами эксперт конкурса по направлению педагогика Сидоренко Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, Рязанский государственный университет имени Есенина. И с нами эксперт по направлению права и истории Агафонова Наталья Юрьевна, кандидат исторических наук, доцентр кафедры теория и история государства и права Приморского института железнодорожного транспорта, филиала Дальневосточного государственного университета путей сообщения в городе Уссурийске. Коллеги, если есть желание выступить, мы к нити. Друзья, в таком случае мы переходим к, наверное, самому важному, самому тревожному, трепетному, к награждению. В этом году в конкурсе приняли участие студенты из 400 вузов страны. Было отобрано более тысячи дипломных работ по 14 направлениям. По результатам проверки в финал вышли 26 участников конкурса, занявших призовые места, и мы готовы объявить их имена. Итак, первое место в номинации «Экономика» бакалаврская работа получает Урманов Иван Алексеевич. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого с работой «Выбор наиболее эффективного варианта использования объекта недвижимости», расположенного по адресу город Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 38В. Урманов Иван Алексеевич, вы с нами? Коллеги-администраторы, я вижу, что два пользователя хотят выйти в эфир. Запустите их, пожалуйста. Отправил запрос Ивану Урманову, если он готов выйти в эфир, подтвердите, пожалуйста. Вот. Так, Иван с нами. Да, слышно хорошо. Иван Алексеевич, здравствуйте, мы вас поздравляем. Здравствуйте, спасибо. Если есть желание сказать пару слов, то надо вас поздравить. Слушайте, ну да, очень приятно, что отметили мою работу. Действительно много труда вложено в нее. Поэтому, ну всегда приятно, когда выделяю твою работу, и когда ты вложил в нее много сил, энергии, ума и так далее. Вот. Иван Алексеевич, вопрос. Знаете, честно, когда я готовилась и читала сценарий, что же это за объект недвижимости по этому адресу, если не секрет? Слушайте, это старое промышленное здание, которое в рамках моей работы было предложено переделать под современный вариант использования в качестве там рынка, общественных пространств и так далее. Вот. Ну, на мой взгляд, просто вот в рамках работы очень важно, была подчеркнута важность как бы использования старинных, да, объектов, объектов культурного наследия в качестве современных каких-то объектов, которые будут полезны обществу и социальной инфраструктуре в городе. Вот. Благодарю вас. Вы знаете, действительно, я, просматривая работы, вижу действительно несколько уже смещенный сегмент, и появляются работы, связанные с креативными индустриями, появляются работы, связанные действительно с пространством, с оценкой эффективности этого пространства. Это замечательно, это здорово. Действительно, мы развиваемся, и это приятно. Иван Алексеевич, еще раз поздравляем вас, мы двигаемся дальше. Первое место в номинации «Экономика» магистрская диссертация получает Михаил Ильиченко Петр Станиславович Санкт-Петербургский государственный аграрный университет с работой в совершенствовании мер государственной поддержки субъектов АПК на примере Всеволжского района Ленинградской области. Петр Станиславович, если вы с нами, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте, я с вами. Очень приятно. Уважаемые члены комиссии, уважаемые коллеги, студенты. Благодарю своего научного руководителя, Ефимову Галину Анатольевну, ведущего специалиста-экономиста по проблемам земельной ренты. Я с грустью вспоминаю учебу, ну, с ностальгией, в моем любимом красивом аграрном университете в Санкт-Петербурге. Это красивейшее место. Всех приглашаю туда. Именно там меня научили писать с очень высокой степенью самостоятельности вот эти вот наши выпускные работы. Более 90% оригинальности в моей работе. А о чате GPT я узнал только после написания работы. Поэтому мне пришлось месяц закрыться и писать. Поэтому вот с нейросетями я уже познакомился позже. И надеюсь, что это все-таки не скажется отрицательно на качестве нашей науки и студенческих работ, выпускных, а также статей. Большое спасибо всем. Очень приятно. Александр Станиславович, мы вас искренне поздравляем. Удачи вам. Спасибо. Всего доброго. Мы двигаемся дальше. Первое место в номинации «Право. Бакалаврская работа» получает Копейкин Дмитрий Игоревич. Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации с работой правовой статус органов внешнего государственного финансового контроля в Королевстве Дания. Дмитрий Игоревич, если вы с нами, будем рады вас увидеть и услышать. Иван, а можно вас попросить, пожалуйста, прекратить вещание? И, коллеги, всех прошу, когда выступили, потом прекращайте вещание, пожалуйста. Добрый день. Меня слышно? Дмитрий Игоревич, здравствуйте. Да, добрый день. Вас слышно, но не видно. Ну, с камерой у меня никакие проблемы, да, к сожалению. Ну, в любом случае, хотел поблагодарить организаторов и жюри за возможность поучаствовать в таком конкурсе. Действительно очень приятно, что есть возможности своей работы заявить на каком-то уровне, получить оценку. Я считаю, что это очень здорово для развития нашей науки. Я сам в научном направлении развиваюсь, обучаюсь в магистратуре, сейчас планирую ласпирантуру. Ну, в общем, спасибо за то, что поддерживаете научный интерес в студентах и даете им стимул заниматься наукой. Мне кажется, это очень важно для нашей страны. Спасибо. Спасибо вам за ваши исследования, за вашу работу. Первое место в номинации «Право. Магистерская диссертация» получает патронов Дмитрий Игоревич Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации с работой «Юридическое прогнозирование в законотворчестве». К сожалению, насколько я знаю, Дмитрий Игоревич присутствовать не смог. Поэтому двигаемся далее. Номинация «История». И первое место «Бакалаврская работа» получает Спасибухов Даниил Николаевич, Ленинградский государственный университет имени Пушкина, с работой «Эволюция образа бойца рабочей крестьянской Красной Армии в 1941-1945 годах. Воспоминания о союзниках и противниках». Даниил Николаевич, вам слово. К сожалению, среди участников мы такого не наблюдаем. Тоже нету. Ну, в любом случае, дипломы, подарки, все будет передано. Первое место в номинации «История. Магистерская диссертация» занимает Полутин Вадим Юрьевич, Петрозаводский государственный университет, с работой попытки решения финляндского вопроса, как пример национальной политики империи на рубеже XIX-XX веков. Знаю, что к нам должен подключиться научный руководитель Полутин Вадима Соломещ Илья Мателевич, кандидат исторических наук, доцент Петрозаводского государственного университета. Илья Мателевич, вы с нами? К сожалению, тоже не видим среди присутствующих. Номинация «Педагогикам». Первое место, бакалаврская работа, получает Тамгин Константин Витальевич, российский государственный профессиональный педагогический университет, город Екатеринбург, с работой «Аутентичные видеоматериалы на английском языке» как средство развития социокультурной компетенции на среднем этапе обучения. Тамгин Константин Витальевич. Добрый день. Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь. Здравствуйте. Я очень рад. Действительно, очень волнительный момент. Хотелось бы поблагодарить всех организаторов, экспертную комиссию за то, что дали возможность попробовать себя, попробовать свои силы. На самом деле, поначалу я даже сомневался, стоит ли отправлять свою работу, потому что очень много было других достойных работ. Но очень рад, что мне удалось стать победителем. И также хотел бы поблагодарить научно-педагогический состав Российского государственного профессионально-педагогического университета, а в особенности заведующую кафедрой английской феологии, английской феологии, русского Белла Анатольевна, научного руководителя, Узанину Татьяну Васильевну. Спасибо. Мы вас поздравляем, Константин. Первое место в номинации «Педагогика» магистрская диссертация получает спикина Юлия Александровна, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, с работой «Развитие устной академической речи будущих инженеров с помощью цифровых ресурсов на материале английского языка». Юлия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, это я. На самом деле я. Поздравляем. Спасибо. Я очень благодарна за эту награду. Это было очень неожиданно, и я очень обрадовалась. Почему? Потому что, к сожалению, этот диплом мне не удалось защитить на отлично. Это меня несколько расстроило, и я тогда решила, что в науке у меня, наверное, точно не место. Наверное, что-то с моим дипломом не так. Что я просто буду развиваться как педагог-практик. Ну, я очень люблю свою работу, я уже давно работаю преподавателем, но вот защитила диплом только в этом году. И когда я отправила работу на конкурс и забыла о ней, и когда я получила диплом, это было для меня очень приятным сюрпризом. Вот, и теперь я, наверное, раздумываю, что, может быть, может быть, все-таки вернуться к мыслям о том, чтобы пойти в науку, пойти в аспирантуру. Поэтому я очень благодарна организаторам, экспертам, благодарна своему научному руководителю Дарине Олеговне Бариновой. Вот, для меня это очень приятно было. Спасибо вам большое. Очень приятно слышать, что конкурс позволяет менять траектории, и мы надеемся, что это будет все очень только на пользу вам. Поздравляем. Номинация «Социология и политология». Первое место в бакалаврской работе получает Попова Валерия Вадимовна. Петрозаводский государственный университет с работой «Профориентационная работа в ВУЗе» как фактор формирования профессиональной идентичности молодежи на примере Петрозаводского государственного университета. Валерия Вадимовна, здравствуйте. Поздравляем вас. Здравствуйте. Спасибо вам большое. Я рада сказать, что сейчас продолжаю обучение в магистратуре, и я очень благодарна и научному руководителю, и конкурсу, что я поучаствовала в этом. И попробовала в целом заявить о своей работе не только на уровне университета, но и на уровне страны, потому что профориентации для студентов для меня была очень важна на протяжении всего года, и мы с научным ученицем очень много обсуждали эту тему. Я до сих пор считаю, что она очень актуальна. Поэтому я очень рада, что смогла показать ее вам, экспертам. И в целом эта тема затронула, получается, экспертную комиссию в состоянии актуальности и самого построения научной работы. Я очень рада, что существуют такие конкурсы, где студенты в целом могут показать свои навыки, умения, продемонстрировать развитие науки, работ, и вообще развивать науку в целом, потому что на уровне и бакалавриата, и магистратуры это отличный старт в целом в новой ере, и это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо вам за участие и за победу. Первое место в номинации «Социология и политология. Магистрская диссертация» занимает Иванова Дарья Геннадьевна, Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации с работой роль культурного фактора в отношениях Франции с бывшими колониями в Африке через призму постколониального подхода. Дарья Геннадьевна, вам слово. Здравствуйте, меня слышно? Здравствуйте. Здравствуйте, Дарья, с победой вас. Спасибо большое. Я хотела бы поблагодарить всех организаторов за проведение этого конкурса, и в частности, хотела бы поблагодарить моего научного руководителя Кузнецова Дениса Андреевича за поддержку, так как свою работу я сначала писала в блокноте на коленях, сидя в Алжире, а потом в Кот-Диваре, то есть находясь, собственно, на месте исследований. Поэтому приходилось подстраиваться и под разницу во времени, и под разные условия. Поэтому благодарю всех преподавателей за их труд, терпение и любовь к профессии. Спасибо. Спасибо вам. Мы двигаемся дальше. У нас номинация «Филология». Первое место в номинации «Филология» по коллапсской работе занимает Гуменюк Влада Витальевна, Кемеровский государственный университет, с работой лингвопрагмастические особенности локализации англоязычных компьютерных ролевых игр и ахронический подход. Влада Витальевна Гуменюк, если с нами, будем рады вас увидеть. Я не видел среди участников. Тогда двигаемся дальше. Первое место в номинации «Филология. Магистерская диссертация» занимает Тангелов Павел Игоревич, Крымский федеральный университет имени Вернадского, с работой «Сверхтекст. Графический роман» в аспекте креативных индустрий Республики Крым. Номинация «Философия». Первое место, бакалаврская работа, занимает Горбузняк Алина Юрьевна, Свято-Филаретовский институт, с работой «Рим-13.1.7. Экзегеза и история интерпретации». Алина Юрьевна, здравствуйте, поздравляем вас. Здравствуйте. Я очень рада победе в конкурсе. Я больше всего рада за свой институт, потому что это, конечно, для них очень значимо. Все, конечно, удивились номинацией «Философия», потому что по факту это должна быть теология, новая дисциплина, не так давно появившаяся. Но, тем не менее, основной метод, который я использовала, это был историко-филологический анализ. Поэтому это все, конечно же, близко. Я очень благодарна своему фактическому научному руководителю Глебу Гарючу Ястребову. Он известный библеист. И буквально с вчерашнего дня я теперь работаю на кафедре, которую он возглавляет в институте. Поэтому моя работа была полезна и для института тоже. Мы вас поздравляем, и институт ваш поздравляем, и очень рады вашей новому месту работы. Спасибо большое за работу и за победу. Первое место в номинации «Философия. Магистерская диссертация» занимает Дорофеев Егор Владиславович, Орловский государственный университет, с работой «Философская мысль» в христианском богословии до Никейской эпохи. Основные проблемы. Среди нас должен присутствовать научный руководитель Дорофеева Егора Владиславович и Петрунин Владимир Владимирович, кандидат философских наук, доцентр кафедры теологии, религоведения и культурных аспектов национальной безопасности Орловского государственного университета имени Тургенева. Владимир Владимирович, вы с нами? Нет, мы, к сожалению, его тоже не наблюдаем. Наверное, по водным условиям. Да. Видимо, да. Видимо, да. Номинация «Биологические науки». Ну, собственно, все, как я люблю, судя по названиям. Там и химия еще в перспективе. Итак, первое место в номинации «Биологические науки» бакалаврская работа занимает Орешкина Мария Андреевна, Кубанский государственный университет с работой «Изменение содержания гаммацистеина в плазме крови как фактор риска развития перинатальных осложнений». А вот в номинации «Биологические науки» магистерская диссертация в этом году победителей, к сожалению, не выявлена. Поэтому мы двигаемся дальше, и у нас компьютерные и информационные технологии. Первое место в номинации «Бакалаврская работа» занимает Никитина Алина Андреевна университета Дубны с работой «Исследование применимости метода обнаружения аномалий в данных саптоволоконных кабелей для задачи мониторинга окружения нефтепровода». Алина Андреевна, если вы с нами, будем рады вас увидеть и услышать. Здравствуйте. Да, надеюсь, меня слышно. Да, Алина, прекрасно слышно. Хочу вас поблагодарить, всех организаторов конкурса, за то, что вы предоставили такую хорошую возможность показать свою работу. Также хочу поблагодарить своего научного руководителя и научного консультанта, который в первую очередь предоставил мне возможность поработать с такими интересными данными. Для меня был, это правда, очень хороший опыт. И также хочу поблагодарить своих преподавателей из университета, которые дали основу, дали знания для того, чтобы я могла заниматься такой исследовательской работой. Спасибо. Спасибо вам. Первое место в номинации «Компьютерные и информационные технологии. Магистрская диссертация» занимает Леонтьев Тимофей Дмитриевич, Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, с работой «Предективная модель расчета фазовых равновесий металлических систем». Тимофей Дмитриевич, здравствуйте, поздравляем вас. Спасибо. Добрый день. Хочу поблагодарить всех организаторов конкурса за то, что они создали такой конкурс и поблагодарить за то, что дали первое место. Также хочу поблагодарить своего научного руководителя Хвана Александровича Славовна и наставника Кузовчакова Семена Валерьевича за то, что они помогли разобраться в такой непростой теме, как материаловедение. И наша работа отвечает современным запросам исследователей для создания сплавов на первичном этапе, потому что области исследования там достаточно огромные и нужно учитывать множество факторов. Поэтому расчеты занимают большое время, и вот наша цель была как раз сократить время расчета. Спасибо вам за вашу работу и, самое главное, за практику ориентированность этой работы. Удачи в дальнейших исследованиях. Первое место в номинации «Математика и механика» бакалаврская работа занимает Евсеева Валерия Алексеевна Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова с работой применения марковских цепей для описания изнашивания порошковых покрытий и материалов с учетом микрогеометрии изнашиваемой поверхности. Валерия Алексеевна Евсеева, с победой вас! Большое спасибо. Я рада, что так оценили мою работу, потому что металлургии, вообще порошковой металлургии я впервые тогда зашла благодаря своему научному руководителю. Приятно, что так оценили нашу работу. Я также благодарю научному консультатуру на курорт Геннадия Геологича, который предоставил нам экспериментальные данные для сравнения программы с реальными данными, данными, которые были, чтобы всякие неточности можно было устранить. Мне приятно, что так оценили. И несмотря на то, что у моего научного руководителя были проблемы со здоровьем, он все-таки мог мне сильно помочь пойти в эту тему. Спасибо. Спасибо за добрые слова. Удачи вам, здоровья вашему руководителю. Еще раз с победой. Первое место в номинации «Математика и механика. Магистерская диссертация» занимает Абриимов Максим Павлович, Елецкий государственный университет имени Бунина, с работой «Методические особенности изучения комплексных чисел в цифровой образовательной среде школы». Следующая номинация «Наука о земле». Первое место в этой номинации «Бакалаврская работа» занимает Михайлов Константин Александрович, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, с работой «Возможности и перспективы развития российского программного обеспечения в области геоинформационных технологий». А вот первое место в магистерской диссертации занимает Степанова Эльвира Николаевна, новочеркасский инженерный миллиардативный институт имени Картунова, с работой «Экономико-стахастическое моделирование как средство повышения эффективности использования земельных ресурсов сельскохозяйственных предприятий на примере Славянского района». Эльвира Николаевна, поздравляем вам и несколько слов. Эльвира Николаевна, вы с нами? Эльвира, микрофончик включите, пожалуйста. Добрый день, меня слышно? Здравствуйте, да, слышно, но пока не видно. К сожалению, не получается камеру почему-то подключить. Я вас отслушиваю и благодарю. Спасибо вам огромное. Я очень рада поучаствовать в таком престижном всероссийском конкурсе. Для меня это еще одна победа в копилку моих достижений. Я уже седьмой год занимаюсь научной деятельностью. В настоящий момент обучаюсь в аспирантуре и работаю в научном отделе своего вуза. Я благодарю организаторов конкурса «Экспертный совет» и моих научных руководителей, которые всегда меня поддерживали и за руку провели в этот научный... Я сейчас в научном отделе, в научный путь. Я все это очень сильно люблю. Пишу научные статьи, работы. В общем, горю этим. Спасибо вам еще раз огромное. Для меня это уже большая часть жизни. Надеюсь, что в дальнейшем тоже буду участвовать в разных конкурсах и продолжу свой научный путь. Спасибо вам большое. С победой и удачей. Следующая номинация «Физика и астрономия». Первое место в номинации «Физика и астрономия» бакалаврская работа занимает Морозова Полина Алексеевна, Национальный исследовательский университет ИТМО, с работой исследования АТАК на локальный осциллятор систем квантового распределения ключа на непрерывных переменных. Полина Алексеевна, здравствуйте, поздравляем вас. Здравствуйте, добрый день. Очень приятно услышать такие добрые слова. Я благодарю всей души организаторов конкурса, комитет, который проверял наши работы. Я уверена, что это был очень непростой труд, поскольку, например, в этой номинации представлены и «Физика и астрономия», что тоже огромная область знаний науки. И для меня это особенно ценно, что оценили именно работу, во-первых, из физики, во-вторых, из такой довольно узкой области, как квантовой коммуникации. Я уверена, что вы сделали правильный выбор, и это действительно является очень актуальной темой на сегодняшний день, особенно в России. Благодарю еще раз. С победой вас! Спасибо, спасибо за участие и за победу и удачу в дальнейших исследованиях. Первое место в номинации «Физика и астрономия» магистрская диссертация занимает Сопин Данила Олегович, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, с работой «Теоретические основания» и «Космологические проявления многозарядных частиц». Данила Олегович, если с нами, будем рады вас увидеть или услышать. Следующая номинация «Химия». Первое место в этой номинации «Бакалаврская работа» занимает Насиров Павел Денисович, университет Дубна, с работой «Исследование влияния условий синтеза на оптические свойства углеродных точек». А первое место в номинации «Химия» магистрская диссертация занимает Подороченко Антон Николаевич, Санкт-Петербургский государственный университет, с работой «Разработка подходов к металлокатализируемому синтезу 1,4 диадбута и 1,3 диена из карбида кальция». Антон Николаевич, вам слово. Здравствуйте, меня слышно? Да, вас слышно. Я бы хотел поблагодарить всех коллег, всех тех, кто принимал участие в оценке работ. Я представляю, как это сложно, когда конкурс имеет большие направленности, много дисциплинарный конкурс, подобрать комиссию – это очень сложно. И работа, которая была проведена именно экспертным жюри, мне кажется, даже намного больше, чем работа всех студентов на написание дипломных работ, потому что понять, оценить – это нужно достаточно большое количество времени. И это очень ценно, что такие именитые, очень достойные эксперты потратили свое время на то, чтобы оценить наши работы. Поэтому хочу поблагодарить и участников, которые участвовали, и коллег, которые оценивали. Всем спасибо. Спасибо за добрые слова, Антон Николаевич, удачи вам. Вот номинации «Технические инженерные науки» Бакалаврской работы победителей в этом году выявлено не было. Собственно говоря, осталась только номинация «Технические инженерные науки» как магистрская диссертация, и ее победителем становится Самсонова Татьяна Евгеньевна Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет Латимини Ульянова Ленина с работой устройства управления полосовыми фильтрами на Варикапах. Коллеги, друзья, у нас завершились все номинации. Я еще раз поздравляю всех победителей. И у нас есть еще две награды. Традиционная – это победитель читательского голосования и победитель гран-при. Итак, барабанная дробь. Победителем читательского голосования стала Шиканова Дарья Валерьевна с бакалаврской работой по направлению права на следственный договор анализ правового регулирования и перспективы применения с общим числом голосов 357. Российская таможенная академия. Дарья Валерьевна. Здравствуйте. Мы вас поздравляем. Спасибо большое за поздравление. Спасибо огромное вам за представленную возможность участвовать вообще в таком конкурсе масштабном. Также большое огромное спасибо хочется сказать своему научному руководителю Недосековой Елене Станиславовне. В формате такого конкурса я принимала участие впервые, но это только начало, и обязательно приму участие в конкурсе Биферст уже с магистрской диссертацией. Еще раз вам большое спасибо. Спасибо вам, а мы будем ждать вашу новую работу. Итак, друзья, наша церемония подходит к концу, и осталось назвать обладателя гран-при 8-го всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ Биферст. И эту почетную обязанность я передаю Константину Костюкову. Да, дорогие коллеги, это самый волнующий момент, ну и самая внушительная награда. Все получат, конечно, свое, свои награждения, но у нас изначально в нашем конкурсе самый главный победитель получает все, гран-при. Этот приз, напомню, мы называем путевкой на море, после трудов праведных отдохнуть под солнышком, и надеемся, что наш приз предоставляет эти возможности. Ну и два слова буквально, насколько всегда вот тяжело нам дается определение этого гран-при. Где-то, может быть, кто-то и обидится, считая, что он может на это претендовать. Действительно, просто сложно это описать. Спасибо, кстати, всем участникам за то, что поблагодарили членов нашего жюри, потому что действительно огромный-огромный был труд все это оценить, перемолоть. У нас 150 экспертов, и вот те призы, которые претендуют на гран-при, их не только вот оценивают специалисты по своему предмету, но и все-все наше президиум жюри, то есть все вот эти вот работы там по химии, физике мы почитали, как могли, там вникли. Ну и, конечно, во многом не только сугубо вот узконаучный, да, где мы не можем в эти чужие области глубоко заглянуть, но чисто подача себя, показатели зрелости ученых, показатели литературы, значимость вывода, ну, конечно, свойства текста, вот все это участвовало в качестве тех критериев, где мы старались выбрать лучшего. И вот по итогам этого обширного анализа объявляю, обладателем гран-при нашего восьмого всероссийского конкурса выпускных профессионных работ BeFest становится Степанова Эльвира Николаевна и ее магистрская диссертация «Экономико-стокастическое моделирование как средство повышения эффективности использования земельных ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях на примере Славянского района Краснодарского края». Поздравляю от всей души с этой победой. Ну и отмечу, вот Эльвира уже призналась, что она горит своим призванием. Так оно и есть, нас покорила та обширная, ну, предваряющая работу, количество публикаций, которые она сделала, выступления на конкурсах, списки литературы, ну и сам замах, да, действительно, практикоориентированная работа. Я смотрю, что это у нас общие тенденции и действительно очень глубокий и интересный музык. В общем, поздравляем вас, Виталий. Спасибо огромное. Эльвира, вы даже справились с камерой, насколько я могу судить. Да, да, мы вас видим. Ой, это очень приятно. Спасибо огромное. Имейте наши поздравления и желание что-то еще сказать в завершении. Спасибо вам огромное. Я очень приятно удивлена. Хотя вы знаете, глубоко в душе я вот сейчас сидела, и я прям знала, что я услышу свою фамилию. Я не знаю, правда, как это работает, но я была уверена на 100%. Даже когда я подавала только эту работу на конкурс, я вот подала и думаю, ну все, я теперь буду просто ждать, когда назовут мою фамилию в списке финалистов. Спасибо огромное. Мне очень-очень приятно. Я очень это ценю. Вот оно, Константин. Не просто магия чисел сегодняшнего дня, это просто волшебство весь год. Друзья, мы завершаем нашу церемонию. Позвольте лично от себя выразить огромную благодарность всем участникам, всем финалистам, всем победителям. Конечно же, всем участникам нашего экспертного совета. Это действительно большой труд, марафон почти в год. Это важно, это очень ценно, то, что вы делаете. Особенно сегодня в ситуации действительно нестабильности, в ситуации сложных политических, экономических, геополитических условиях. Но что я хочу сказать. Самое лучшее, на что сейчас можно потратить время и силы, это инвестиции в себя, в свои знания, умения, возможности, профессиональный уровень. Вы уже ученые. Вы действительно погружены в науку. Это очень важно, это очень ценно. Это то, что будет развивать нашу экономику завтра, послезавтра, через год. Вы все ученые, вы все победители. Поэтому еще раз поздравляю лично от себя, от команды организаторов. Дерзайте, творите собственным умом, оставайтесь в науке, продолжайте свои исследования. Мы будем очень рады видеть вас в сообществе ученых, больших, великих ученых в будущем. Мы будем счастливы, что действительно хотя бы маленькую толику в становлении больших, великих ученых сыграл наш конкурс We First. Конкурс будет продолжен в следующем году. Будем рады видеть вас, ваших коллег. И спасибо еще раз вам всем. Друзья, ну и, естественно, не могу не воспользоваться ситуацией, поскольку у нас первые, по-моему, итоги конкурса подводятся в декабре. Всех поздравляю с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом. Удачи, здоровья, удачи вам, вашим близким, родным. И пускай ваши желания все исполняются. Всего доброго. Спасибо. Будьте сильны, Мик. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok